Армазан, поделитесь вы просто своими впечатлениями от этого поединка. Я расстроен, в первую очередь, что Мухаммад проиграл. Я доволен тем, как он провел этот бой, в техническом плане. Но очень сильно переживал в конце боя, что Мухаммаду стало плохо, что у него приступы начались. Очень плохо себя чувствовал. И даже когда об этом вспоминаю, я не хочу об этом вспоминать, но как бы плохо чувствую себя. Плохо чувствовал себя, очень сильно плохо чувствовал. И до утра не спал. Лег спать в 6 утра, встал в 9.30 на завтрак. И вот до сих пор с вами на ногах. Глаза, наверное, красные. Да. Как Магов вообще? Ну, судя по видео, он бодрый достаточно. Он не пропустил никакого урона. У Маги урон 0,5 процентов. У Владимира урон 95 процентов по сравнению с Мухаммадом. Он прекрасен, он проиграл. Но это не отменяет и заслуги Владимира, которых он заслужен. Он выжил эти два раунда. Он забрал, он оставил себе титул. Это его ни в коем случае не отменяет его заслуг. Он чемпион. Но Мухаммад проиграл сам себе в первую очередь. Да. То есть, как проиграл мы, проиграли мы. Мы проиграли. Мы его угол проиграли. Почему? Потому что есть люди, он в таком режиме, Мухаммад может работать 5 раундов. 5 раундов на самом деле. И никогда не было ни в одном из боевых, никогда в жизни не было так, чтобы у него, как бы, отказывал от тела. И приступы никогда, никогда не было такого. Почему наш угол проиграл? Потому что каждый отвечает за свою работу. В технико-тактическом плане Мухаммад был на две-три голову выше. Просто доминация явная. Как первоклассником он работал с ним. Да. Кстати, он в ринге, я же говорю, в зале, на спарринге он работает так же и все 5 раундов. В одном темпе, то есть, например. Да, в одном темпе работал. Потому что два соперника, когда с одним работает в одном темпе, тот уходит, другой свежий заходит, и тоже у него уже в крабах. И тот не дает ему расслабиться. Здесь причина была, я как думаю, здесь много факторов причин. Вот сейчас разбираем с высоты. Он, причина пресс-изгонки. Он неправильно восстановился. Вес сделал отлично, очень легко. Но 14 часов, ну, посоветовали не есть целый день, день боя. Чем руководствовались эти люди? Я не знаю. А кто посоветовал? Ну, для него не буду я сейчас говорить пальцем, да. И чем руководствовались, я не знаю. Он утром-позавтракал чуть-чуть и все. И целый день голодал. Как можно? Ты и так, вот я сейчас поясню. Ты и так целый день голодал. Это разбор полетов. Это не принижает заслужить Минеева, Владимира, который одержал поезд. Он молодец, он заслуженный чемпион. Я просто поясняю. Потом говорят, отмазки там, плачут. Мы не... Это нет. Вопрос задают. Я вам объясняю, дорогие зрители канала Ушатайка. Да. И вот. 14 часов он не ел до боя. Да. Как можно? Ему надо было кушать, восстанавливаться. Углеводы чуть-чуть нужно было. За 3-4 часа до боя я понимаю, когда перестал употреблять пищу. Ну, как ты можешь 14 часов не есть? Кто такие совет? Я потом в конце узнаю многие, много моментов. Потом это может быть фактор того, что он новый. Я его даже при болезни коронавируса заставлял его тренироваться, когда он болел. Но в конце, я же говорю, он заключительный спарник провел просто идеально. Я ему 5 с плюсом поставил. Это когда был? Это был за 2 недели. За 2 недели, так. Да. Идеально просто отработал как, блин, танк. Вот как он работал первые 2 раунда, но все 5 раунда вот так работал. Я вот не шучу. Просто если я не собираюсь сейчас, я говорю правду. Да. Поэтому я был уверен в Мухаммаде победе. И я уверен до сих пор его победе. Если сейчас состоится третий бой, я думаю, у меня его нет шансов. Как бы он сейчас не терпел, просто надо разобраться. Сейчас анализы он сдаст, будет видно. Есть много факторов, много ошибок. Одна из ошибок, то, что мы прилетели, может быть, на пик акклиматизации с третьего по седьмой день. Бывает пик акклиматизации нельзя, но мы приехали на третий день. Но этот момент я ему озвучил, говорил, Мага, давай-то, может, на день позже, ночью прилетим, чтобы на два дня попалось. Он говорит, я посоветовался, мне сказали. Ну, есть люди, которые отдельно занимаются. Я же говорю, у каждого свое направление. Нам надо было просто приехать раньше, как команда Вагабова, которые поступили правильно, приехали за две недели. Горя провели последние две недели и очень четко, хорошо себя чувствовали в бою в ринге. В общем, в техническом, тактическом плане я Мухаммаду ставлю пятерку, он отработал идеально. И в стойке, и в борьбе он не дал, просто это был, в бою декласс был. 10-8 в каждом раунде можно ставить, в первых двух раундах. В третьем раунде у него были приступы, да, где он себя чувствовал неплохо. Я уже думал, что все будет смертно. Ну, благодарю Всевышнего, что он остался живой. Вот так. А когда вы поняли, что что-то, так скажем, не так идет? Ну, когда уже он там в углу стоял, я уже понял, ну, когда он стоял у стенки, у него не было силы, он уже вот кидал руки, у него уже как стоять. Ну, он мне говорит, я потом спросил Мухаммаду, о чем проблема, кислорода не было. Не мог уже, вот дышать не мог. У него приступы начались, типа, судороги начались. А как думаете, а может ли это в том числе быть связано с тем, что, знаете, психологическое волнение все-таки? Не волнеет, он был готов психологически идеально. Эта работа сама показывала в бою, как он был готов. Он прям, работа, сама работа в ринге показала, что он психологически был, все по плану он делал. Владимир, по сути, он, Владимир, я же говорю, декласс был в этом бою. Он был просто на две, на три головы выше. Психологическое волнение в бою, ты руку кидаешь, а там уже ты не чувствуешь дистанцию. Он все чувствовал, он был в легых ногах, прекрасно работал. Там причина была в другом. Будем разбираться в этом. Там много есть факторов, которые я могу сейчас не хочу озвучивать. Будем сейчас разбираться, но я часть их озвучил. Это только после анализа, когда сдастся анализы себе. Вот так. А с каким весом, кстати, Мага вышел в результате? Блин, не знаю. Девяносто, по-моему. Я не знаю даже. Вот это меня вопрос очень не интересовало. Понятно. Но я имею в виду, что плохо поел. Он вышел бледный. Я просто знаю, что он вышел бледный. Потому что он целый день не ел за четырнадцать часов до боя. Ни в коем случае то, что я сейчас рассказываю, это не умаляет даже заслуг Владимира. Он выжил, эти два танка по нему проехался, БТР. Он выжил, эти два раунда, где в первом раунде он чуть не сломался. С его же слов. Просто он, его угол хорошо отработал. Команда Расула просто его взбодрила. И он с новыми силами пошел в бой. И, по сути, Мухаммад проиграл сам себе. Я вот сейчас посмотрел интервью с Мухаммадом Амирзоевым. И он сказал про коронавирус. Да, коронавирус, я не знаю. Может, опять обострился. Но он после коронавируса, я его заставил работать. Он ходил в зал, работал. Последний спарринг он провел идеально. Просто я сказал, ты готов к бою. Я до сих пор не отказу от своих слов. Если бы хотя бы на 60-80%, 70-80% от того спарринга Мухаммад был бы готов, у Минеева не было бы шансов у Владимира. Просто шансов не было бы. Ну, я же говорю, я что, врать не буду. Я вот точно вижу, я говорю. Вот в таком же твитме Мухаммад все пять раундов мог бы отработать. Да, может быть, чуть-чуть спад дал бы, но спад не такой, что он там не может. Спад тоже аккуратно. Мог бы где спад, там уже третий раунд мог бы норма, ножка в конце перевести. Он во всех компонентах был лучше. И это все вы видели. Даже и без моих слов все видели и знают. Вы за третий бой? Ну, как бы мы были за завершение карьеры Мухаммада. Он сказал, все, я завершаю. А когда он это сказал? Ну, когда поняли, когда там пришел на конференцию, где сам был заинтересован казино, директор казино. Он сказал, как бы он за него это зрелище понравилось, как бы он не против третьего поединка. И сам Владимир сказал, что за правильные деньги он не против третьего поединка. И как бы и мы, озвучивая Мухаммаду это, и Мухаммад сказал. Но я-то сказал, мы-то подумаем, пока мы против, пока мы хотим завершить. Но два-три дня на день, два-три, подумать надо, с холодной головой подойти и уже видно будет. Мухаммад сказал, вперед, если такое предложение поступило, я газую. У отца сказал решение. Все, мы газуем. Но я думаю, мое мнение, что Камил сейчас пересмотрит, проанализирует. Вряд ли он сейчас захочет, чтобы вот таких же пять раундов под каток пускать своего протеже. Потому что это может быть... Вот эти первые два раунда, они могут не заканчиваться до тех пор, пока Владимир не сдастся. Либо он будет переживать изменения себе пять раундов. И на характере, если он может вывести, то мы видим какой-нибудь бешеный характер. Он сильный, он воин, да. Камил, он кстати еще сказал в интервью уже после боя, что не удивиться, если Мага попробует себя в боксе. Ну это в боксе, да. Но я сейчас, мы обсудили, в боксе можно провести четвертый бой. Но надо в ММА реванш делать. 1-0 сейчас. То есть, одна нича, 1-0 пользу Минеева. Нужно дать шанс сейчас в ММА, Мухаммад готов. А потом и в боксе можно, если людям будет интересно. Все зависит от спроса, вы же понимаете. Если, например, людям не интересен его, к примеру, с кем-то из других, там же опросы можно сделать. Если ему с Мухаммадом интересно. Например, я у себя делаю опросы в своем инстаграме. А 85 процента, 83 процента за реванш прям газует. У меня сейчас, слава богу, подписчиков увеличилось. Там из них, например, 10 тысяч опрошенных, 8 тысяч говорят, мы хотим реванш. Спрос рождает предложение. Так что, но риски велики у Камила Гаджиева, что они останутся без пояса. Это великий риск. Я думаю, это как бы на горячую голову было сказано, что он согласен. Ну, не знаю. Спрос решает предложение. Как бы все зависит от гонорара. На горячую голову, что согласен, это вы про кого имеете ввиду? Ну, Владимир. Он сказал, да, да, да. Но Камил сразу перевел на правила бокса. Я говорил это предложение, но, конечно, интересно было бы и по правилам бокса, где, я считаю, Мухаммад тоже его выиграет, не проиграет. Но было бы еще интереснее по правилам ММА провести сначала зрителям, смешных единоборств любителям. А потом можно уже подумать, видно будет, сделать опросы, все посмотреть. И еще газануть по правилам бокса тоже. А для меня тут вот. Вот на ваш взгляд. По правилам бокса можно сделать четверки. Александра взять, Минеева взять, еще одного взять бойца и Мухаммада. Звездного какого-нибудь парня. Я так думаю, да, да. Это было бы более правильно. Сейчас сделать по правилам ММА. Но это мое предложение. Она может заинтересовать. И четверки сделать за правильную сумму, за правильные гонорары. Вот на ваш взгляд, когда Магомед сможет провести свой ближайший бой? Нет, ближайший бой он ни с кем не собирается проводить. Если только не с Владимиром Минеевым. Только с Владимиром Минеевым. Он решил завершить карьеру, да. То есть только так. Он хотел завершить карьеру. Он говорит, я завершаю все, мой Амазан. Но я ему прихожу, говорю, вот так с вами Владимир. Они тебе, ну как бы там разговор в шуточной форме. Он мне последний удар дал, я готов ему ответить. Команда Исмола не против. И сам директор казино сказал, мы не против, нам понравился этот бой. Мы хотим еще раз этот бой. Ну как бы не против. И Мухаммад тоже говорит, я тоже не против. И вперед как бы пошло уважение Владимир. Уважение его команде. Он настоящий воин. Он показал настоящий дух. Сильного человека. Все мной сказано, не принижает достоинств Владимира. Сразу подчеркиваю. Армазан, спасибо. 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 Спасибо.